Почти медаль. Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах достиг кульминации. Мужской спринт уже завершился, женский идет прямо в эти минуты. На месте событий работает Павел Капуцкий. Павел, я так понимаю, сейчас вы уже не на биатлонном стадионе? Австралия, Япония, США и Китай. Вот такая широкая география стран-участниц. Артем, приветствую вас вновь. Да, биатлонный стадион близко, но мы решили переместиться к склону, где меньше часа назад началась квалификация соревнований по фристайлу. Это этап Кубка мира, лыжная акробатика. Один из самых зрелищных видов спорта всерьез конкурирует с народным биатлоном. Мужская спринтерская гонка уже закончилась. Она едва не принесла нам медаль. Сергей Бочарников промахнулся один раз на стойке и только поэтому не поднялся на пьедестал. Пятое место. Наши спортсмены еще не акклиматизировались после североамериканских этапов. Победил Тарий Бео из Норвегии. Работал быстро, понимал, что хорошо, иду, могу бороться за призовые места. В какой-то мере, может, рисковал, но я доволен, тем не менее, своим местом, результатом. Все сложилось достаточно удачно. В этом году достаточно серьезный чемпионат Европы. Приехали сильные шведы и норвежцы. Поэтому конкуренция достаточно высокая, и можно оценить свои кондиции, результаты. И приятно, что удается бороться даже с такой конкуренцией за призовые и топ-6. Чувствую себя хорошо, но сегодня было очень тяжело, так как еще не прошла акклиматизация. Мы недавно только приехали из Канады, из Америки. И очень тяжело в этот акклиматический пояс. Очень тяжело проснуться и встать даже по утрам. Ну, еще хочется сказать, конечно, очень большое спасибо болельщикам. Очень сильная поддержка на трассе. Просто вообще нереальная. Такого, мне кажется, даже на Кубке мира нет. Очень приятно. В женском спринте первой из наших стартовала олимпийская чемпионка Динара Олимбекова. У нее два промаха и промежуточное 19-е место на финише. Ирина Кривко взяла бронзу в индивидуалке, но сегодня один неточный выстрел попал прямо по амбициям лидера команды. Пока 11-я позиция. Прямая трансляция из Раубичей прямо сейчас на Беларусь 5. Ну, а в 19 часов смотрите финал соревнований фристайлистов. Анна Гуськова, к сожалению, из-за проблем со здоровьем этот сезон пропускает. Зато Антон Кушнир готов побороться за призы. Для этого, правда, сначала нужно пройти квалификацию. Ни у кого из наших девушек сделать этого, к сожалению, не получилось. Артем, у меня все. Спасибо, Павел. Продолжаем болеть за наших спортсменов.